Добрый вечер, господа! Рад приветствовать на своем канале. Как вы видите, контракт мой протекает постепенно, уже полтора месяца. Борода постепенно растет, и время неумолимо движется к завершению контракта. Это еще не скоро, но пока что полтора месяца прошло. Записываю свои морские истории, можно сказать, как способ общения с семьей, потому что раньше после каждого контракта я приходил, связи никакой не было. И вот рассказывал намного больше, одно и то же. Но это, видимо, я даже и сам начинаю вспоминать, что со мной происходило. Кому-то другому расскажешь, какие-то еще видеомоменты, фотографии, что-то можно, какие-то образы в голове строить. И поэтому я решил предыдущий контракт запечатлеть вообще, 136 серий. И уже моя семья увидела, что я там делал. Но пароход был, конечно, очень новый, поэтому меня это и вдохновило. Так что подписывайтесь на канал, смотрите этот плейлист. Обращаемся к нашей 14-й, до этого история была, 15-й истории. Следующий контракт, но я немножко пересматривал, вспомнил, что там еще было интересного. Как видите, в моей коллекции уже пополнилась. До этого были филиппинцы, национальность. А на прошлом контракте появились вьетнамцы, пакистанцы, индусы, Бангладеш. И все, пока. Вот так, что я хотел рассказать интересного. Когда мы праздновали Новый год, ну вы видели, смотрите, прошлую серию. И 1 января немножко решили продолжить. Там был Лоудин Мастер из Новороссийска. Ну и собрались мы в одной каютке и позвали вот этот человек, смотрите, за моей спиной. Дали ему кличку Человек-гора, Маунтингай. Индуст такой, загоревший, видимо с юга, где на юге они почернее, а на севере побелее. И вот, а он сын какого-то большого полицейского начальника. Ну и пришел, сидит со мной, говорю, да будь попроще. А он увидел чиф-чиф и такой бедный, испуганный. И до этого, как прийти к нам в каюту, ну и на Новый год. В общем, брал и на лбу вырисовывал точку мелом. Не мелом, мне так показалось. Я не знаю, что это значит, надо почитать в интернете. Ну зашел он в каюту, сидит. Мы уже так немножечко отметили. Я сижу на него с вами, думаю, куда он головой врезался, где-то голову испачкал. Беру, плюнул и со лба ему этот мел вытер. Это мне уже лодин-мастер говорит. У него глаза аж так расширились, кровью налились. Так что межнациональные такие могут быть. Ну случайно что-то я не подумал. Думал, что он бомб куда-то ударился в стенку. Оказалось, ну посмотрите, какая у него точка. Какие-то традиции национальные. Ну и что еще с вьетнамцами было интересно. То, что все они тусили в спортзале. У них и страна такая тоже рассказывали. Дедушки, бабушки выходят, что-то ручками, ножками машут. И вот все занимаются каким-то спортом. Там в спортзале сидели вся машина, машинное отделение. Кто гантельку какую-то, 3 килограмма, кто 5, кто уже получше. И я с ними в теннис играл. В теннис нормально. Они, конечно, школа восточная, очень быстрая. И загоняли меня тоже. Я 7 поток с меня сходила. Ну и еда, конечно, была. Это, наверное, по еде был самый плохой контракт. Я даже вдохновила меня на создание фильма такого коротенького. Ну там немножко цвета как-то полу... Ну телефон немного делает лучше цвета. И поэтому кажется, что нас кормили, как говорится, от пуза. Но в жизни все было не так. Я уже к этому повару подходил на английском какие-то рецепты. Ну ты можешь что-то приготовить. В итоге растолковал ему картошку с мясом. И все, его переклинило. И он такие тарелки нам давал. С Андреем, со вторым механиком. И мы все это кушали все эти 5 месяцев. И на этом спасибо. Какие-то водоросли. Ой, супы. Размешал этот кетчуп с водой все это. Один суп с какой-то с майонезом. Это второй суп. Третий соевый соус. Тоже суп. Бросил пару листочков. Нормально. Ладно, все. Заканчиваем с этим контрактом. Приехал я домой. Как вы помните, я сделал уже в 2011 году. Уже на 2012 год перешел три контракта. И так как я рассказывал уже пару раз, что у моряка есть три тумблера, три переключателя. Это семья, карьера и работа. И решил я включить один тумблер в сторону семьи. Думаю, так как я поработал, надо и отдохнуть. Ну, естественно, если один включаешь, то карьера, ну, карьера уже достиг своего, деньги отключаются. И сидел-сидел дома. Аж и лето, и просидел весна, лето, осень. И потом уже в конце где-то, думаю, надо, а прошло месяца восемь, надо как-то следующий рейс загребать ластами. В итоге звонят мне из офиса. Предлагали какие-то, ну, опыта ж мало, полгода всего. Предлагают пароходики такие 22 тысячи, 26. И мою кандидатуру отсылают туда. А в ответ, как бы, отказ идет. Ну, потому что по матрице 6 месяцев не проходит. Поэтому, как говорится, надо соглашаться на все. В итоге приходит заявочка на 13 тысячник. Это я уже показывал. Морковка такая. Химовозик. Как я, ну, посмотрите, не помню, какая серия. 10-я или 11-я. Я уже не помню, какой контракт. Маленький пароход. Ну, естественно, что мне делать? Согласился. Согласился. Ждите звонка. В итоге сижу дома. Звонит болгарин. Да, болгарин суперинтендант из Германии. Пообщался с ним. Все нормально. Так, следующий какой? Степ. Шаг. Следующий шаг. Поездка в Гамбург на собеседование. Ну, хорошо. Значит, нарядил. Что-то я... А, мне говорят, возьми форму с собой. Первый раз это я форму получил. Кстати, когда я летал на Кипр, тоже вы видели. Дали мне погоны. Три полосы. А, и здесь, когда я был вторым механиком, тоже у меня эти погоны были. Я их нацепил на рубашку. Ну, первый раз в форме. Сказали в форме, поеду. Ну, взял с собой в сумку. Поехал в свитере. Прилетаю в Гамбург на одном самолетике. Поселили меня гостиницу. Верят, надо быть в офисе в 9 утра. А, запомните, время уже прошло 8 месяцев. Мне тоже там один где-то в комментариях пишет. Ой, там что-то на собеседовании, которое я выставил. Что-то я там то отвечал, не это отвечал. Не помню, как PMS назывался. Planned Minderment System. Да зачем мне его помнить, во-первых? Во-вторых, я всегда не сдаю собеседование через 8 месяцев, через 10, когда у меня программа вообще в голове. Я абсолютно и не помню, и не хочу этого помнить. Все стирается, все стирается. Если бы я собеседование проходил в будущем, вот как сейчас на контракте, я бы вообще вот так все. То иной раз и забываешь вообще, как там. Deadwood на английском, StormTube или Creed Scope, Crosshead или Piston. Что, как это на английском. Ну, не важно. Ну, немножко я там сделал refresh memory, обновил свою память. Ну, прихожу с утра, можешь, отдел форму с трюкзачком, открывая, ну, поднялся на какой-то, на пятый этаж, открывая дверь в 9.00. Такая темная девушка, толстая. Ну, родом из Африки, но английский pronunciation у нее был какой-то. И вот это вот, что мне не нравится, европейско-американская тема такая. Hello, мистер Геннадий, welcome to... Как будто там, welcome to family, провела по всем. Вот, вот, прям, как будто я их знаю уже 20 лет. Ну, все это так показное. Ладно, походил, походил, отвели меня в комнатку. Садись, жди, жди, это, собеседование. Ну, приходит первый суперантиндант в Болгарии. И пошел меня спрашивать. Первый вопрос, что делать, если температура на одном из цилиндров на движке высокая по сравнению с остальными? Я говорю, ну, что, форсунку заменить? Нет, а что еще? Я говорю, ну, если форсунка нет, ТНВД, после ТНВД крышка. А как проверить, вот, чтобы ничего не дергая? Я что-то, ежели 8 месяцев сидел, немножко затупил, это здесь уже все как бы. Я уже, ну, наверное, ПЗ, ПЦ замерить, ну, посмотреть состояние, как бы, по давлениям. А, ну, хорошо. И пошел дальше, уже начал там раскочегариваться. Пух, 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 немножко вошел, в общем, в это состояние, как бы, на аналогичных вибрациях с этим, с интервьювером. Вот. Ну, прошел с ним полчасика, погулял, кофейку попил, зашел другой суперинтендант, ну, уже этот был первый механик, второй капитан. Ну, там уже больше они рассказывали, что в ответ. Ну, все на английском. В итоге их было 5 человек. В конце концов, я просидел на этом кофе с одним пирожным где-то до 7 вечера. И потом мне еще что-то оставили на завтра, а завтра мне нужно было улетать 2 часа. Я же любитель телефонов Apple, ну, в основном из-за камеры. И в тот момент как раз вышел пятый iPhone. Я у этой тети, которая меня встречала, спросил, где этот Apple Store находится. Мне сказали, садишься на автобус и поехал. Такая похода была угрюмая. Дождь идет. Ну, я вышел, я же уже был в одной компании. Тоже в Гамбурге два раза. Потом, когда на автобусе доехал, уже смотрю, что это знакомые места. Начал бродить, с другим телефоном включил GPS и 800 метров до Apple Store. Зашел, посмотрел, поддохновлялся. Купил там наушнички, но, по-моему, я уже позже купил. И все, прилетаю домой. Говорят, собеседование прошло, но вас еще должны утвердить судовладельцы, греки. А, греки, которые та же самая компания, где я работал, где я стал старшим механиком. Вот так, мир тесен. Приехал домой, сижу недельку, получаю звонок, мне говорят. Вас с офиса просят немножко, вы еще месяц можете подождать. И вам заплатят basic. Я такой, нормально, как бы сидишь дома, тебе денег платят. Конечно, подожду. Получается, 9 месяцев сижу. Месяц проходит, снова звонок. А вы не могли бы еще месяц подождать? Там что-то, дедушка хочет продлиться. Я говорю, а еще заплатят? Нет, уже не заплатят. Ну, что делаю? Сижу месяц, в итоге я где-то досидел до октября, 10 месяцев. Все. Сидел-сидел 10 месяцев дома. Сейчас вот посмотрите. Получаю звонок в субботу вечером. Вылет в воскресенье. Бегом с утра запаковал чемодан, полетел. Таким же маршрутом, как я сейчас. Лечу Киев, Париж. В Париж, вот, становлюсь в очередь, все эти загоревшие люди. И погнал, прилетаю в Лома. Первый раз. Кстати, сравнение, заметьте. Посмотрите серию. Три неприятных момента для моряка. И вот, как сейчас эта Лома изменилась, республика Току. И как раньше было. Прилетел я туда, еще и ручку забыл взять. И мелочи не было с деньгами. В итоге подбегает какой-то тип там, что тебе поможет. А, вначале спрашивали yellow fever, желтая лихорадка. Раз показал нормально. Давай заполняй какие-то бумаженцы. Подбежал какой-то негр, говорит, я тебе помог заполнить. Ну, помог, ну спасибо. Нет, деньги давай. Раз, пять. А, какие? Долларов не было. Пять евро дал или десять. Так, дальше. А йен же не встретил. Ой, бегом бегаю, бегаю, кому говорить. Ну, как всегда, по travel steam звоню. Там какой-то тип вообще с этим с французским акцентом. Я им что-то там... Что там? Вообще непонятно. В итоге пошел на визу. А виза, чтобы выйти, 65 евро стоит. Сам стоял, оформлял. Сейчас вообще, вот говорю, под белые ручки взяли, посидел. В холле. Тебе все сделали, вывели, привели. Получил визу. Заштамповали свою страницу. Выхожу в этот аэропорт, который в те времена был старый. Сейчас уже новый. Там забрал чемодан. Чемодан, а еще в те времена они сломали. Потом же этого агента нет. Что делать? Выхожу через таможню. Поставил чемодан, сумку просветили. Что ты везешь? Там же гитара была сложена, еще что-то. Давай вскрывать. В итоге я им еще дал 10 евро. Ну, уже, получается, там под 100 вышло. Дальше какой-то таксист меня схватил. Ты, я уже не помню, как там компания, это агентство называлось. Ты, тебя эти встречают? И говорят, да. Сейчас я тебя проведу, проведу, дай мне 5 долларов. И ведет меня, стоит какой-то микроавтобус. И там три нека тоже стоят. Я туда подошел, думаю, сейчас меня переобуют. И что потом делать? Ну, сел в микроавтобус, засунул чемодан. Сижу, значит, молчу. Идут еще двое товарищей. Это первая знакомство моя была с этой, с Западной Африкой. Идут еще два. Садятся, ну, на акценте, на русском говорят, ну, за каким-то акцентом. Болгарин и румын или кто-то еще был. Ну, ехали они на Систер-Шип. То ли мотористы фито. Я уже, или, а куда вы едете? Куда вы едете? Ну, на такой-то пароход. Меня от души сразу отберло. Все, едем в гостиницу. Приехали, гостиница с колючей проволокой. Не вот эта, которая была, похуже. Посидел, покушал, с утра проснулись. Все, запаковались в машину. Ну, выезжаем же так же, как я сейчас, в порт. На буксир погрузились. Погнали по волнам. Идем, идем. Час, полтора. Все это. Волны. А на этом же еще буксире везли. Этот пароход должен был в драйдок идти. Подходим к этому пароходу. Они давали выгружать запчасти. Грузят, грузят, пока все нормально было. Потом какие-то трубы с уголками. И в этот момент поднимают. Ну, а, видимо, я же сам знаю, когда заявку посылаешь в компанию. Ждешь это дело чуть ли не весь контракт. Тут поднимают трубы с уголками. Как-то они так закрепили. Они так медленно наклоняются. И под воду. Все. А-а-а. Начали играть. Потом уже стали нормально закреплять. А меня пароход ждет. Уже должен был в Нигирю идти. Даже как ждет. Он уже пошел. И все. Этих загрузили. Подъезжаем к моему пароходику. Химовоз. Продуктовоз. Ну, там нормально. Химию не возили. И прямо на ходу с этим, с рюкзаком запрыгиваю на штормтрап. И пошли мы в Нигирю. Ну, прибежал сразу к цепу. Знакомьтесь еще с одной национальностью. Поляк. Стармех. Я начинаю ему что-то грузить по английскому. Ну, я думал, он все, уже сейчас уедет. А тут меня слушает, слушает на английском, что-то отвечает. Потом говорит. Да, я на русском, типа, тоже понимаю. Ну, думаю, хорошо. Я говорю, ты успокойся, ты еще, я еще две недели поработаю. Что-то такой любитель моря был. На месяц проделся. Еще на месяц. Первый человек, который я видел, что не хотел даже уезжать. Ну, хорошо. Я расслабился. Так же в каютку заселился. Соседнюю. Ну, и ходил просто, как бы, наблюдал вначале. Он там что-то командует. А, 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 туда выбежал. Туда. Ну, смотрите, до проблемы. Котел периодически. То горит, то не горит. Албор. Это мое знакомство было. Первый раз. Как бы не первый раз. На такой же морковке 13-тысячной я работал. Там такой же Албор был. Ну, как вы знаете, у механика. Если проблем нет, то и механизм отработал контракт. А что там? Форсунку почистил, поставил. Проблем нет. Ты не знаешь, как он работает. Как? Какие-то проблемы случаются. Ты уже бедный не спишь. Инструкции читаешь. Ты запоминаешь это на всю жизнь. Ну, пока что в этом контракте. Ну, я потом еще дальше перейду. Ну, я смотрю, что-то они там регулируют на компьютере. Так. В общем, подождал две недели. Проводили мы этого поляка. Уехал он. Ну, так же все были. Два человека из России. Второй механик и третий. Третий был Макс. Сейчас он уже второй механик. Молодец. Второй Костя. Остальные все филиппинцы. Ну, и только поляк дернул домой. Начали мне рассказывать, что он там торговец был. Ну, это я тут не буду афишировать. Потом, говорит, во главе был четыре филиппка, а полный комплект. Два моториста, вайпер и фитер. Да. И во главе с этим поляком покраска, замывка машинного отделения. А эти второй с третьим сами фильтра чистят на движках. Что-то там сепараторы разбирают. А филиппки ходят, только улыбаются, красят и подметают. А никто им не помогает. Не, я говорю, так дело не пойдет. Филиппочков включаем в работу, а вы руководите только. Ну, сборка сепарата, а замывают пусть они. Ну, все нормально пошло. Как и должно было идти. Потом тоже про этого пуляка рассказывали. Что-то он сам лично машину украсил. И кто-то пришел и случайно ногой наступил. Сейфти шузом этим. Этот пришел. А, а, я сам украсил. Чей-то след. С утра собирают развод. Инвестигейшн. Расследование. А ну, покажи ты этот ботинок. Не тот. А ты, как Шерлокомс какой-то. Кто это наступил? Ну, он такой тип был. Ну, как начинаем. Обычная рутина идет. Работали мы снова в Ломо. И вот где я и сейчас нахожусь. И после этого я сюда что-то... Это было первое знакомство с этой Западной Африкой. Сюда я еще... Уже родина, можно сказать. Года три. Раза четыре, в общем, я приезжал. И три года тут, можно сказать, в общей сложности отработал. Ну, мне говорят, ты с не ели знаком. Я, да нет. Такие страхи, коррупция. Все ходят, просят. Ну, все это понятно. Потом я это все увижу воочию. Лучше нас увидеть, чем сто раз услышать. Пришли в Нигерию, да. Эти толпы все с погонами вот такими. Всем что-то надо. Тут, можно сказать, с берега 20 человек питаются на судне. Каждый тебе начальник. Каждый сервейер. Какой-то Марпол 1, Марпол 2. Все что-то бегают, орут. Ты там, Чиф, дай мне краски, дай мне масло, дай мне дизельки. Всех начинаешь посылать и все. Но тогда еще дела не принят. О, уже принял. И вот так вначале лавировал, лавировал, пока не выловил, ровал. Вот так. Ну, уже привык. Как это все обходить. Ну, так же, обычная работа была. Что там, с котлом с этим, я же говорю, горел, не горел. Взяли, я сверху подхожу, там пламени не видно. Достали этот сверлер, смотрите, сзади. Почистили, все там загорелось. Потом еще были проблемы. Там подрегулировали, все как было нормально. Движки, холодильники чистили, тоже смотрите за моей спиной. Турбину с этим Максом разбирали, собирали. Даже видеодел, обучающие тогда вначале. Потом клапана такие, термостатик, Valve, закидывали в горячую воду. Смотрели, при какой температуре он открывается. И все, так же, не было полезно, потому что вот в нынешнем контракте то же самое. А видео осталось, я уже знаю, как он работает, уже можно и другим показывать. Потому что здесь тоже такие проблемы были. Посмотрели, да и все нормально. А, и потом же уезжает этот второй механик, Костя, домой. И смотрю, прислали мне фотографию паспорта моряка. Знакомое лицо, Андрей. Второй механик, с которым я на прошлом контракте работал. У вьетнамцев. Это вот первый раз получилось, когда я с одним и тем же человеком работаю. Ну, жду его, приезжает он где-то в январе. О, привет, привет. У меня так жизни не выходит. Сейчас тоже все новые люди, новая компания, новые законы, правила, ПМС, этот Planet Madness System. Которые я не должен запоминать. Зачем мне надо, может, в другой компании будет совсем другое. Я знаю, где-то искать и отлично решаю проблемы. Не забиваю себе голову всякой ерундой. А, что там еще было интересного. Это я вначале пришел. Ну, мне уже люди сказали. Захожу в рулевое отделение, в Stringer.ru. И показываю там это, скажем так, на английском Radar Stock. Потому что я пошел на контракт сразу же под флаг и начал учить эти английские названия. Сейчас румпельное отделение, балер руля, перу руля, там кинули якоря, дали, бросили. И вот эти шконки, тумбочки, рундуки, камбузы, что там еще, кубрики. Все это, как бы, меня, я вообще не любитель. Пошли, пришли, ушли, уехали. Так я сказал, не так. Вот на английском знаю, да и знаю. Radar Stock. И он болтается где-то по 3 сантиметров. Ну, вообще вот так вот. Право-влево. Я полез уже в Radar Stock trunk вниз. И смотрю, там стоит такой сальник. Он вообще, болты откручены. Болты-то закрутили, все равно это ничего роли не сыграло. Потом уже взял чертеж, начал смотреть, а судно было в драй-доке. Там где-то, ну, увидел такая здоровенная гайка, которую, видимо, надо было подтянуть в драй-доке. Ну, естественно, тоже писал, писал, даже видео посылал. Ну, от меня все отморозились. А как-то страшно в таком пароходике. Ну, пока что в Африке работали. А если где-то в океане идти, вдруг этот руль вообще отвалится. Вместе с пером туда упадет. Вот. И, кстати, ну, так оно не получилось. Ну, я же на этот контракт пришел. Следующий контракт пришел на этот пароход, но я потом расскажу. И мы дали такой вояж, что там ого-го. Ну, и слава богу, ничего не отвалилось. Но там страшно было слить. Там даже соединения по швам пошли. От биения такого. Вот. Ну, не важно. Как бы мое дело всю эту причину наружу вскрыть, отослать. А там уже все отвалится. То, извините, все писал, отсылал видео. Видео-фото. Объяснял, что чего делать. Приехал Андрей. Работаем мы. Вот в Нигеле там, конечно, было весело. Это когда возили мы в основном дизел, ойл, джет, бензин. И когда выгружаем груз на берег, потом все закончили. А шланги длинные, метров 200. В общем, отшлангуемся. А в этих же шлангах остается топливо. И такая толпа сбегается. Там даже фоточку одну сделал. Человек 200-300 с ведрами. Начинает шланг поднимать. Каждый себе по ведру наливает. Бегает полиция, дубинами лупит. И они там разбегаются. Вот так было дело. И потом приехал еще румынский капитан. Это еще одна национальность. В общем, любимое выражение у него было. Unbelieverble. Unbelieverble. Что значит невероятно. Постоянно вот это слово. Unbelieverble. Потом уже, наверное, ему кличку дали. И этого Unbelieverble не видел. Ну и так с ним работали нормально, нормально. Как бы общались. И потом раз приходят. Вот как сейчас. Мы застряли здесь в лумы. Нормально. И надо в Европу идти. Как-то уже неохота. И в тот раз тоже так работали, работали. А я там уже где-то месяца 4 сидел. И контракт уже должен был закончиться. Получилось, ну не писал это заявление на списание. И начал он растягиваться. 4, 5. В итоге А6 отработал. Приходит, значит, приказ. Из офиса отсюда владельцев. В общем, взяли какой-то чаттер французский. Грузимся в Код-Дивуар тяжелым топливом. И идем в остров Реюньон. Внизу огибаем Дурбан. Около Магадаскара с правой стороны. Идти 18 дней. А пароходик маленький. Я уже не помню, какие у меня там танки были. Ну, где-то, например, в сумме... Вот где-то... Да, 500... Да, 250-250 тонн. Беру бункера. И не хватает. Посчитали, в общем, расход такой. Ну, как в одну сторону хватает, а в другую нет. И под это дело выделили один... Да, слоп-танк. Слоп-танк 300 тонн. Чтобы взять и туда топливо. Получилась сумма где-то 750. Чтобы сходить до Реюньон. Вырузиться и вернуться обратно. Без захода в другие порты. И стоим в этом Код-Дивуаре. Это берег слоновой кости. Ну, выгружаемся. В смысле, грузимся этим тяжелым топливом. И бункеровка идет через такой шланг. Еле-еле, сутки шла она. Это вообще кошмар. Идет, идет. Я, в общем, два танка заблункировал. 500 тонн. А приехал же представитель этого чартера. Француз какой-то. Румын его увидел. Есссер. Чуть ли там ни форму не нарядился. Там с хуражкой. Есссер, есссер. Этот говорит, капитан, ты, типа, нужно было 1 мая прийти. Ты уверен, что вы 1 мая придете? Есссер, конечно. Раз меня позвали. Чиф, а ты там, ты тоже уверен, что главный двигатель потянет? Я говорю. Ну, во-первых, на этом пароходе мы никуда не ходили. Я же ее не знаю, какие ветра, течения. Как пойдет, так оно, кстати, и вышло. А тут есссер, есссер и все. А тем более, кто нам этот чартер вообще, я не знаю. Ладно, ушел он. И вот, взяли это 500 тонн, только начали вот этот стоп-танк бункероваться. Раз, срочно звонок такой. Все, ошлангуемся, уходим. Я говорю, а это, как его? А бункеровка как же? Хватит, не хватит? Не, не, все. Я думаю, ну, как бы виднее сверху. Хорошо, пошел, сказал, ошлангуемся. Там еще и цилиндровое масло не то прислали. Надо было лоу с альфа, ранее хай с альфа. Там еще, ну, это как бы больше для механиков. Переписывался весь этот переход. В итоге снижал подачу. Ну, нормально мы проехали. И все, и погнали с этими... Туда что-то 50 тонн плюхнули, 550 тонн. Надо было 750. Дело было в пятницу. И пошли себе. Говорят, ну, что, бумаги отослали? Да, нормально, в понедельник. И идем, идем. Три дня. В итоге отсылаем эти бумаги. Прибегает этот румын капитан. Говорит, чиф, меня там из офиса так, в общем, компосируют. Ну, так и правильно, изначально было известно. Ну, как это, уйти без бункера? А ко мне вообще никаких вопросов, вообще никаких. Сказали, ушел. Так я думаю, он же, как бы, должен был известить компанию, вообще всех. Нет, нормально. Ну, и давай потом отписываться. Почему так произошло? Ну, все спихнули на этих. То, что терминал заставил нас уйти. Кстати, и мне повезло, что мы так топлива мало взяли. Я потом расскажу. Ну, и идем мы. Все. У этого румына... Я два контракта с ним работал. Потом следующий контракт послушать. Как мы через Тихий-Океан с ним переходили. Это кошмар. Вот у него это все. Этот сказал чартер 1 мая. И погнал. Давит. Этот пароходик маленький. Так, так кидало, вообще-то. Может, невозможно было спать. Трубины эти гудят. Он, бедный, вообще. Чуть ли не раскалывается. Идем. Ну, постоянно вот так, как по асфальту. Прыгали. Другие, конечно, снижают скорость. Но этот вообще прет, прет и все. Ну, нельзя же так. Смотрим эти течения. Там действительно карты есть на каждый месяц. И вот как спускаться к Дурбану. Постоянно течение идет тебе в нос. А потом, когда подниматься хранилион, тогда оно в корму пойдет. И тогда уже скорость быстрее будет. Ну, как он рассчитывал, не знаю. Мы не успеваем. Ну, и шли, шли до Дурбана кое-как. Опаздываем до дня два-три. Там уже разогнались к этому реиньону. И было у меня уже полгода. Я давай настойчиво писать, что прошу меня списать. Прошу списать. В конце концов, очень настойчиво написал такое письмо. Нашли какого-то болгарина. Да, болгарина нашли. И зашли мы в этот реиньон. Оказался территория Евросоюза. Это я вышел один раз за полгода в город. Побежал с третьим механиком. Омыл руки в Индийском океане. Спалил свою лысину, как всегда. Ну, побегал по городу. Даже не потратил вообще ни цента, потому что были доллары. А там ходили евро. Если менять 100 долларов, так, во-первых, и обменников не было. Один обменник где-то в аэропорту. До него 50 долларов доехать и обратно 50 долларов. И поменять 100 долларов на 50 долларов. Вот такой курс был. Ну, в общем, полная красота. Что-то расшатало здесь. Вернулись мы обратно. Пришло письмо, что замена моя едет. И благодаря тому, что топлива-то не хватает, пришлось там заходить в Дурбан. Думаю, вот это красота. Приехал же этот сменщик мой. И там меня должны были свисать через 4 дня. И пошли мы в балласте тоже. Бю-бю-бю-болтает. Так же, как и во всех контрактах. Вот я вначале, когда приезжаю на пароход, ну, постепенно заказываю запчасти. Проходят 4 месяца, 5-6. И в конце их присылаю. Вот приходим мы в Дурбан. Привозят все эти запчасти. Остается Андрей на судне. А я десантирую со старокомом из Одессы в гостиницу. Ну, в самый счастливый момент. Поспали мы ночь одну. Сели в аэропорте, довезли нас. И прилетели домой. Вот так и закончился этот контракт. Ничего такого экстраординарного не было. Как бы и по машине, и это. Ну, вот следующий контракт я снова туда вернусь. С двумя людьми, которых я знаю. Вот второй механик и электромеханик. Но проблемы будут абсолютно другие. И как бы и порты другие. А и капитан тот же самый будет румын. Ну, тоже будет интересно. Надо бы вспоминать кое-что. Так что, ребята, давайте. Если понравилась история, история, истории. В общем, это уже как бы так. Воспоминание всех контрактов, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на канал. Ну, снова все уложился полчаса где-то. А так, чтобы посмотреть от начала до конца. Я предыдущий контракт бы и так тоже. А что там вспоминать? Зашли туда, зашли сюда. Что было? А так, когда каждый день записывал, то там уже все и видно, что происходило. Ну, энтузиазм был, вдохновение. Также смотрите на моем канале небольшие путешествия, которых будет все больше. Пока что Испания, Египет. И полеты на квадрокоптере. Все, ребята. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»